Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы рассказываем о слабых местах и проблемах двигателей, АКПП и автомобилей в целом. Но что будет дальше? Слышали ли вы что-нибудь за последнее время о совершенно новом двигателе от японских, французских, либо же немецких автопроизводителей? Все новые автомобили с новым поколением получают новые фары, обивку салона и так далее. Что происходит? А вот что, на бензиновые и дизельные двигатели уже никто не ставит будущее за электромобилями. Поэтому сегодня мы решили взглянуть на одну из самых продвинутых электричек современности. Встречаем Model 3. Tesla Model 3 – самый эффективный и продаваемый электромобиль. За 2019 год было продано 300 тысяч экземпляров. Столько же было продано в чумовом 2020 году. Сейчас Tesla производят в Калифорнии, но через год запустят производство в Китае и Германии. Привод полный либо задний – это самая маленькая Tesla. Но это не значит, что она малявка, потому что по габаритам она сопоставима с Mercedes C-класса и BMW 3-й серии. Но Tesla на 300 килограмм тяжелее. В базовой комплектации владелец получает 280 лошадиных сил на задних колесах, а не на маховике, как у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Далее идут 350 лошадиных сил и 450 лошадиных сил. Привод может быть полный либо задний. А вот эта машина – 320 лошадиных сил на заднем приводе. Комплектации практически все одинаковые. По факту автомобили отличаются только цветом кузова и салона. Единственная и очень мощная опция – это полная самоуправляемость. Ее можно через приложение в любой момент заказать за 10 тысяч долларов на минуточку. Но в нашем регионе есть немало ограничений, связанных с отсутствием информации на карте для полной автономной работы автопилота. Но, тем не менее, автопилот у Tesla самый продвинутый. Дальше мы подробнее об этом расскажем. Чтобы попасть в салон Tesla, надо потянуть вот за эту ручку. Владельца автомобиль узнает по телефону, который по Bluetooth соединяется с центральным замком. Также через приложение Tesla можно открыть-закрыть окна, запустить климат-контроль, а также запустить некоторые чисто Tesla режимы. Вообще автомобиль завода идет с двумя вот такими карт-ключами. То есть с ними можно завести, открыть автомобиль, также авторизовать телефон как ключ. Ну а если владелец отдает машину на СТО, на парковку, на мойку, то он обязательно отдает вот эту карточку. Ну не телефон же отдавать. Затем включает Valet Mode. Valet Mode – это специальный режим, который надо обязательно включать при передаче автомобиля третьему лицу. Ограничивается ряд возможностей, то есть ограничивается мощность двигателя и также нельзя открыть, например, бардачок и передний багажник. Ну а перед тем, как мы переместимся в салон, самое время напомнить вам про нашего партнера, ведущего поставщика новых автозапчастей в Республике Беларусь компанию «Армтек». Для всех зрителей нашего канала на весь ассортимент запчастей в сети магазинов «Армтек» действует специальная скидка 10%. Просто назовите промокод «STRONG» при заказе. Все ссылочки и подробности в описании. В салоне Tesla Model 3 полный минимализм, но, по-моему, неплохо. Материалы на уровне. Здесь мягкий пластик, мягкий пластик вот здесь, вот это дерево, вот это алькантара, мягкий пластик на дверных картах. Но всё это не имеет никакого значения, потому что всё внимание приковывает вот этот 15-дюймовый дисплей. Всё в нём. Даже перчаточный ящик открывается с него. Единственные кнопки в салоне – это кнопки на руле, пульты стеклоподъемников, кнопка открытия дверей, также кнопки регулировки сидения и аварийка. Всё остальное регулируется вот отсюда. То есть, свет фар, настройки музыки и прочее. Но лазить по этим менюшкам каждый день не надо, потому что всё отлично работает в автоматическом режиме. Прикольная функция Tesla – это запись видео с четырёх камер на флешку. Запись может осуществляться всегда, то есть и во время стоянки. А когда водитель придёт обратно в машину, то она сообщит о всех подозрительных движениях вокруг неё. И нужный фрагмент искать не надо, он будет отмечен. Так что все воришки и вандалы будут запечатлены. Не шарьтесь вокруг этих машин. А это у Tesla вместо зеркал заднего вида. То есть, можно вывести изображение с трёх камер. «Тройка» – это полноценный седан D-класса. Может, не самый просторный, но места хватает. И надо обратить внимание, что абсолютно плоский пол. Во всех версиях панорамная крыша. Багажников у Tesla Model 3 два, сзади и спереди. Багажник вполне стандартный. Для оценки масштабов вот лопата, лежит свободно, даже болтается. А внизу есть огромное подполье. Теслы Model 3 постоянно изменялись, но не всегда в лучшую сторону. У машин 2018 и 2019 годов есть немало отличий. Например, у ранних машин, как в нашем случае, более качественный пластик в переднем багажнике. А также здесь есть жестянка. Мы едем из Минска. Проехали уже 130 км. Сейчас мы находимся под Барановичами. Средняя скорость у нас была 120 км в час. Не экономили. То есть, подогрева печка и израсходовали 40% батареи. Сейчас подзарядимся. Сколько же проезжает Tesla на полной зарядке? Владелец этого автомобиля заряжает её раз в неделю летом с 30 до 90%. Проезжает примерно 300 км. По трассе можно проехать 400 км, не парясь об экономии заряда. Электромобиль можно зарядить от любой розетки, но быстрее всего он заряжается прямым током от специальных зарядных станций. Но есть нюанс. Вот это Tesla из США, а там у них свой собственный оригинальный разъём. Поэтому заряжать Tesla в наших краях можно с помощью вот такого переходника от Чадемо на американскую Tesla. Этот переходник способен заряжать Tesla с мощностью до 50 кВт. Один час такой зарядки даёт ей 320 км пути. Если нужно, чтобы американская Tesla впитывала в 2-3 раза большую мощность заряда, то надо переделывать американский разъём на европейский CCS Combo или покупать европейскую Tesla. Сейчас мы находимся на автосервисе «Кола», город Барановичи. Это современная оборудованная станция, которая входит в состав самой крупной сети СТО на территории Беларуси – Solid «Автосервис». В сети постоянно проводятся интересные для автовладельцев акции. Ссылка и подробности в описании. Специально для вас сняли пыльники. Итак, поехали. Задний электродвигатель является единой деталью вместе с редуктором, блоком управления и инвертором. Инвертор охлаждается антифризом. Также масло в редукторе охлаждается антифризом. Также в редукторе есть фильтр, чего до Model 3 на Tesla не было. Производитель не регламентирует замену масла в редукторе, но лучше его поменять раз в 50 тысяч. Фильтр и 3 литра масла стоят не так-то и дорого, поэтому это не сильно затратно по деньгам. Подвеска у Model 3 пассивная пружинная, очень похожа на мерседесовскую. Сверху подковообразный рычаг, снизу – раздвоенный рычаг. Сзади по пять рычагов на каждое колесо. Обратите внимание, что нижние передние рычаги – алюминиевые, все остальные – стальные. А теперь давайте послушаем мнение квалифицированного мастера СТО Дмитрия. Дмитрий, скажите, пожалуйста, что вы думаете об увиденном? Действительно, подвеска Tesla Model 3 похожа на мерседесовскую. Удивило то, что здесь только два рычага передних алюминиевые, а стальные – все стальные. Подрамники тоже являются стальными. На первый взгляд, все выглядит надежно и недорого. Нища автомобиля плоская, отсутствует выхлопная система и топливопроводы. Все пространство в пределах колесной базы занимает тяговая батарея, скрытая легкой защитой. Итого, в плане обслуживания тормозной системы и подвески – это обычный автомобиль. Что и требовалось доказать. Кстати, в условиях автосервиса очень удобная функция SUMMON. То есть, нажимаешь кнопочку, держишь, а Tesla сама поехала. Model 3 – это не просто автомобиль, а автомобиль, который готов к автономному вождению. Он сейчас вас не довезет из точки А в точку Б без вашего участия, но на трассе сможет сделать большую часть работы. А пока мы едем на автопилоте, помните, что в «АвтоСтронг» есть еще суббренд «Мотостронг», который продает отличные мотоциклы. Все мотоциклы привозятся из Европы, отдается предпочтение байкам с минимальным пробегом и мотоциклы готовы к любым проверкам. Если вы клиент издалека, мы сделаем отличный видеообзор. Также поможем с хранением и доставкой в Россию. Обязательно обратитесь в «Мотостронг». Все ссылочки и подробности в описании. Езда на автопилоте – это, конечно, круто, но сам электромобиль дарит непередаваемые ощущения. Здесь, когда нажимаешь на педаль акселератора, ЭБУ не думает, сколько бензинов впрыснуть, сколько воздуха всосать. Коробка не думает, какую передачу переключить. Здесь сразу педаль акселератора соединена с двигателем. То есть, мы получаем мощность в тот момент, когда мы нажимаем на педаль акселератора и разгон происходит в абсолютной тишине. К тому же развесовка у электромобилей идеальная. Весь центр тяжести находится в пределах колесной базы, очень низко. Поэтому электромобили очень неохотно кренятся. Tesla Model 3 настроена очень спортивно. У нее очень чуткий руль, но на трассе это не мешает. То есть, чувствуешь себя расслабленно, острота руля не зашкаливает. Не забываем, что электричество для бытовых нужд и для зарядки электромобилей мы можем получать из возобновляемых источников энергии. То есть, из ветра и солнца. Интересно, дружочек, сколько же тебе надо крутиться, чтобы зарядить этот автомобиль? Подъезжаем к Минску. Стало гораздо теплее. Температура за бортом 1 градус было минус 2. Расход энергии снизился практически сейчас, как летом. Всем, наверное, интересно, какие расходы на электричество в сравнении с расходами на бензин. Так вот, у этой Tesla Model 3 за 4000 км средний расход, если переводить в бензин, 4-5 литров 95-го бензина на 100 км. Это если по коммерческому тарифу. А если заряжаться дома, то в 2 раза дешевле. Въехали в город. Автопилот Tesla прекрасно работает и здесь. То есть, он сам держит дистанцию, скорость, сам останавливается за впереди идущим автомобилем и сам возобновляет движение. В Беларуси автомобиль не останавливается на стоп-линиях и не умеет поворачивать на перекрестках. А вот в Штатах все это возможно. Ну, вы видели, сама же на педаль тормоза нажимают. Что очень важно, если автопилот выключен, машина все равно постоянно бдит. Она вам не даст врезаться в кого-то, перестроиться в слепой зоне, притереть кого-то, съехать с полосы. То есть, она постоянно вас страхует. А сейчас мы вам покажем еще одну фишечку Tesla – автоматическую парковку. Субтитры сделал DimaTorzok Вуаля! В завершении, что можно сказать о надежности. Два года – это слишком мало для сбора статистики, но автомобилей продано немало. Владельцы активно общаются в чатах и обсуждают проблемы. Вообще электрички дурят голову поменьше, чем традиционные машины с ДВС. Например, Tesla отзывались из-за перегорания сиг-транзисторов в инверторе заднего двигателя. Tesla меняла двигатель в сборе, потому что он найдет одной деталью с редуктором, инвертором и блоком управления. Также слишком рано начинают скрипеть шаровые опоры передних и верхних рычагов. Иногда Tesla подключают по всяким мелочам. То камера отключится, то USB отключится. Эти все проблемы очень быстро решаются на гарантийных автомобилях. Вообще такие глюки частенько возникают на плохо восстановленных автомобилях после аварии. Всех волнует ресурс батарей. Но Tesla не волнует ресурс батарей, потому что с батареями у Tesla все в порядке. Хотите верьте, хотите нет. Но есть статистика владельцев Tesla со всего мира. Деградация батареи при пробеге в 250 тысяч километров составляет 7%. А это вообще ни о чем. Вот за этими тачками будущее. Ну и не забывайте, если вы хотите знать о моторах, запчастях абсолютно все, а теперь уже и автомобилях, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда было есть и будет компания «АвтоСтронг-М».